Здравствуйте, дорогие учащиеся! Тема нашего урока – продвижение проекта. Сегодня на уроке мы узнаем пути продвижения и реализации продукции стартапа. На прошлом уроке мы с вами узнали, что же такое краудфандинг. Давайте вспомним, выполнив следующее задание. Назовите виды краудфандинга. Верно, один из видов краудфандинга – это краудфандинг, основанный на безвозмездном дарении средств, то есть благотворительность. Также существует краудфандинг, основанный на кредитовании. И краудфандинг, основанный на вознаграждении, а также краудфандинг, основанный на получении доли бизнеса. В следующем задании заполните пропуски в предложениях. Краудфандинг – народное финансирование от английского краудфандинг, означает крауд – группа, а фандинг – финансирование. Это практика финансирования проекта путем сбора малых объемов денежных средств от большого количества участников через интернет. Я надеюсь, вы отлично справились с данным заданием. Задание третье. Ответьте на вопрос, какой сервис в Казахстане помогает авторам интересных идей находить средства на реализацию стартапа посредством коллективной поддержки. Правильный ответ – стартайм. Итак, на прошлом уроке мы с вами узнали, как же начать свой стартап и где найти инвестиции для реализации проекта. Давайте теперь поговорим о продвижении. Что такое продвижение? Продвижение – это маркетинговая стратегия, призванная помочь покупателю принять решение о покупке. Оно нацелено на повышение потребительского спроса и сохранение позитивного настроения компании. Деятельность по продвижению стартапа основывается на следующих функциях. Итак, первое – это продвижение товара. Второе – создание привлекательного образа предприятия. Третье – доставка информации о продукции. Далее – соблюдение актуальности товара либо услуги. Следующее – стимулирование всех участников в цепочке сбыта товара. И шестое – это распространение сведений о лояльности компании. Все эти функции способствуют продвижению стартапа. Давайте рассмотрим методы пропаганды. Methods of promotion – или способы и средства маркетинга, используемые для достижения маркетинговых целей. Традиционные методы маркетинговой пропаганды. Первое – это реклама. Далее – продажа. Общественные связи. Стимулирование сбыта. Реклама – метод продвижения, основанный на распространении платных информационных сообщений, передаваемых через СМИ. Недостаток данного метода продвижения – отсутствие обратной связи и трудностей в персонализации информационного обращения. Индивидуальная продажа – это метод продвижения, основанный на основном представлении товара, то есть информировании и убеждении о необходимости покупки, сделанной в ходе собеседования с целью продажи. Недостаток личной продажи – высокие издержки. Общественные связи. Неимущественный и непропорциональный метод продвижения, стимулирование спроса на товары, услуги с помощью распространения коммерчески важных сведений через средства массовой коммуникации. Недостатком данного метода является следующее. Метод не означает прямого общения с целью продажи, только информатизация и вовлечение. Стимулирование сбыта. Метод продвижения, основанный на маркетинговой деятельности, стимулирующий покупку товара потребителя. У данного метода также существует свой недостаток, и он заключается в том, что кратковременность стимулирующих мер поощрения покупки или продажи товара или услуги. Существует четыре основных способа реализации продажи. Рассмотрим их. Первый – консультативный. Второй – завершающий. Третий – установление взаимоотношений. И четвертый – расположение продуктов. Рассмотрим консультативный метод. Это взаимоотношения, осуществляемые между продавцом, то есть торговым агентом, и покупателем, которые помогут клиенту решить технический вопрос. Следующий метод – завершающий. Указывает на успешное получение заказа покупателя на предлагаемую продукцию, завершающий этап процесса реализации. Продажа путем установления взаимоотношений. При таком подходе продавец стремится установить определенные отношения между компанией и клиентом. Расположение продуктов в витрине. В этом случае продавец обращается к клиенту, устанавливая продовольствами запас, и при необходимости их заменяет или пополняет. Давайте посмотрим видеоролик, как можно продвигать свой стартап и как заинтересовать крупных участников бизнеса. Какие этапы нужно пройти стартаперам для запуска своего проекта в Казахстане? Сколько на это уйдет времени? Ответы на эти вопросы в этом выпуске программы «Цифровой Казахстан». Казахстанский стартап привлек 750 тысяч долларов от Сингапурского фонда. Инвестиции пойдут на масштабирование продуктов в странах Юго-Восточной Азии и СНГ. На рынке этот проект существует уже более трех лет. С каждым годом разработчики его совершенствуют. Технология помогает владельцам кафе, ресторанов, стоматологических и образовательных центров управлять персоналом. Система полностью автоматизирует расчет заработной платы и ведет учет рабочего времени сотрудников. Все это помогает предпринимателям оптимизировать свои расходы. Когда мы, например, говорим, что если у вас сотрудники по какой-либо причине опаздывают каждый день на 5-10 минут, и у вас, например, какая-то кофейня в каком-нибудь бизнес-центре, то можно, в принципе, посчитать. Эту упущенную выгоду сразу увидеть благодаря отчетам, статистике по каждому сотруднику. И более того, конечно, весь этот функционал, конечно же, направлен для сотрудников, для того, чтобы транспарентно, открыто давать и показывать производительность. Управлять персоналом помогают специальные планшеты. Они способны сканировать биометрические данные человека. Приступая к работе, сотрудник прикасается к экрану, и система отмечает точное время. Приписать себе пару лишних часов или скрыть опоздание, по словам разработчиков, не получится. Пока биометрия – самый точный способ идентификации личности. Не так давно команда запустила отдельное решение для бизнес-центров и коммерческих помещений. Классическая ситуация, когда вы приходите в бизнес-центр, вы идете к ресепшену, показываете свое удостоверение, он вас там где-то записывает, и вы потом говорите, да, в какой кабинет, на какой этаж вам нужно подняться. Но теперь с помощью мобильного приложения вы напрямую посылаете запрос к тому человеку, к которому вам нужно попасть, сканируете свое лицо, дополняете некоторые данные, и все, и вы мгновенно проходите, получается, через турникеты, через наши планшеты. Кроме этого, технология определяет температуру гостя и проверяет наличие маски. На данный момент у стартапа около 160 клиентов. Большая часть компаний находится в Казахстане. Также есть клиенты в России, Украине, Узбекистане и Филиппинах. К сделке с сингапурским фондом разработчики шли медленными, но уверенными шагами. По их словам, к такому результату может прийти каждый стартапер. В Казахстане есть все условия для запуска своего цифрового проекта. Другое дело, что путь, на самом деле, очень непростой, недостаточно тернистый. И, конечно, благодаря вот этой системе вокруг, так сказать, Астанхаба, в которой мы здесь находимся, в Экспо, да, или, например, даже через дорогу в Назарбаев университет, или благодаря нескольким там организациям, которые находятся в Алма-Ате, в Атрау, да, в Усть-Комногорске, конечно, есть места и есть люди с определенными компетенциями и навыками, которые помогут. Одна из самых эффективных мер поддержки стартаперов в стране – налоговые преференции. Льгота распространяется на резидентов технопарка «Астанахаб». У нас более 370 стартапов как раз пользуются налоговыми преференциями. Совокупно они заработали более 40 миллиардов тенге. Из них они сэкономили примерно 3,3 миллиарда тенге, которые они могут пустить, направить, да, направить на развитие самих стартапов, реинвестировать в свое, так сказать, будущее. Это очень помогает. И стартапы очень стремятся стать как раз участниками «Астанахаб». Причем стартапы как казахстанские, так и зарубежные. О том, что в стране активно развивается стартап-экосистема, говорят цифры. Чтобы войти в программу акселерации «Астанахаба», в этом году заявки подали около 300 разработчиков. Из них специалисты отобрали 90 проектов. За три месяца они увеличили свои продажи более чем на 170 миллионов тенге. А сумма привлеченных инвестиций составила 80 миллионов тенге. Количество новых рабочих мест достигло 250. Цифровое все активнее входит в нашу жизнь. Оно же ускоряет ее темп и позволяет нам развиваться быстрее. С развитием информационно-коммуникационных технологий реклама перешла в интернет. Рассмотрим инструменты продвижения проекта в интернете. 1. Веб-сайт проекта 2. Баннер 3. Электронная рассылка 4. Социальные сети 5. Контекстная реклама 6. Видеореклама 7. SEO оптимизация 7. Веб-сайт проекта 8. Подробно знакомит с описанием продукции, его ценой, производящий компании, предоставляет возможность посмотреть фотографии продукта и так далее. 9. Сайт может быть выполнен как витрина или интернет-магазин. 10. Баннер 11. Графическое изображение, содержащие ссылку на страницу компании или рекламного продукта. 11. Электронная рассылка 12. Пользователи получают электронные письма с информацией о новых продуктах, предстоящих событиях, скидках, бонусах, акциях и так далее. 12. Социальные сети 12. Миллионы пользователей зарегистрированы в различных социальных сетях, поэтому эти платформы популярны у маркетологов. 13. Это одни из самых мощных каналов для привлечения трафика, продвижения контента и повышения узнаваемости компании. 14. Контекстная реклама 15. Использующая принцип ключевых слов, показывается в соответствии с тематикой контента веб-страницы и предыдущими запросами пользователей. 15. Видеореклама 15. Является эффективным инструментом продвижения товара. 16. Покупка видеорекламы или видеообзоров у блогеров обеспечивают низкую стоимость конверсии. 17. SEO-оптимизация 18. Это набор действий, направленных на повышение рейтинга сайта проекта, когда его контент индексируется популярными поисковыми системами, такими как Google, Яндекс и другими. 18. В этом помогут специальные сервисы и знания специалистов по продвижению в поисковых системах. 19. Выполним задание первое. 20. Ответьте на вопрос. В супермаркете проходит акция 1 плюс 1. Какой метод маркетинговой пропаганды выбрал данный супермаркет? 21. Варианты ответов A. Реклама B. Продажа C. Общественные связи D. Стимулирование сбыта Правильный ответ. Вариант D. Стимулирование сбыта Задание 2. В вашем браузере показывается реклама в соответствии с предыдущими запросами пользователей. Какой инструмент продвижения представлен в данном примере? Варианты ответов A. SEO-оптимизация B. Вебсайт C. Баннер D. Контекстная реклама Правильный ответ. Вариант D. Контекстная реклама Сегодня на уроке мы научились описывать пути продвижения и реализации продукта стартапа, а также рассмотрели методы пропаганды продукции. Надеюсь, полученная информация была для вас полезной. До встречи на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин